Всем доброе утро, друзья! Сегодня мы отправляемся с острова Гойду на остров Фехенду. Отель, в котором мы остановились, называется Tropical Village. Он находится прямо на берегу, то есть мы видим красивейший океан, но этот пляж не бикини, то есть если мы захотим искупаться здесь, то нужно закрывать себя, то есть одевать закрытую одежду. Давайте покажу вам номер, значит заходим и здесь у нас сразу идет, получается, раз, два, три номера. Наш номер первый, номер 16. Показываю все, чтобы вы просто понимали вообще, как вот на Мальдивах все это выглядит. На входе есть душ, можно сполоснуть ножки после песка, после пляжа, это, кстати, очень удобно. Классно, когда вот все вот так продумано, не люблю, когда ты ходишь и ищешь, а где бы мне вот помыть ноги, ну то есть это некомфортно, такие детали, это очень важно. Сразу я вижу, есть зонтики, чтобы прятаться от солнца, ну и от дождя. Зона, где можно отдохнуть. Проходим в сам номер. В номере есть кондиционер-вентилятор, мы просто сейчас выключили. Кстати, сейчас очень жарко, поэтому без кондиционера просто невозможно. Большая кровать, прям огромная кровать, мне кажется, она будет очень удобная, но проверим сегодня. Есть телевизор, есть шкаф, где можем мы аккуратненько повесить, сложить свои вещи. Даже вот пару вешалок есть. Есть два сейфа, чай, кофе, тоже это все бесплатно, ну и нам заполнят потом мини-бар, мини-бар платный. Вот такие вот цены. Кока-кока 3 доллара, не дешево. Да, не дешево, конечно. Так, и самая, мне кажется, фишечка вообще, это открытый душ, красота. Очень люблю, здесь даже вот какое-то растение посадили. Ну, в общем, классная сушилка для купальников, что тоже вот в некоторых, кстати, гестхаусах, ну, реально ты не знаешь, где посушить вещи. Такие моменты, ну, очень важны, и я считаю, что на них вот тоже, ну, нужно обращать внимание. Вот, ну, вот так все, все классно. Есть пару даже гелев для душа, лосьонов. Такой номер стоит в сутки 130 долларов за 2 человека с завтраком и ужином. То есть, получается, 4 приема пищи за 2 дня. Мы здесь на 2 дня, поэтому у нас получилось 2 дня 270 долларов. Ой, это значит 135, а не 130. 135 в сутки, да. Пляж здесь, ну, не особо купабельный, там какие-то кораллы, камни, но сам факт, то, что отель расположен на берегу, мне кажется, это очень классно. Здесь есть несколько таких зон, где можно посидеть. Вот, кстати, вечером мы вчера здесь ужинали, и ребята местные включали музыку. Ну, то есть, такая, знаете, атмосфера очень романтичная. И, кстати, вечером сюда приплывают скаты, их можно покормить прямо вот на наш пляж. Это из таких вот развлечений. Но вчера нам не повезло, и они не приплыли. Надеемся, что они приплывут сегодня. Вообще, конечно, здесь очень классная атмосфера. Беленький песочек, бирюзовый океан, очень зеленая территория, аккуратная, такая компактная. Много экскурсий организовывают из этого отеля. Мы, наверное, сейчас позавтракаем и тоже себе выберем что-то. По поводу питания хочу сказать, что у нас здесь включены завтраки и ужины. Вчера мы ужинали, была курочка неплохая с макаронами, салатом. Сейчас вот будем завтракать, посмотрим, что же на завтрак, вкусно или нет. Завтрак у нас сегодня какой-то комбинированный. Тут прям традиционный мальдивский завтрак. Это, кстати, кокос, перетертый с тунцом и с какой-то зеленушкой, фасоль и лепешки. Но они нам еще положили и омлет с сосисками. То есть получился такой какой-то комбинированный завтрак. Приятного аппетита! Ну и, конечно же, сок и чай. Сок и чай. А еще можно сделать тосты себе или сухой завтрак. Тоже есть небольшой стенд. Ну я уже от этого хлеба, потому что здесь только белый хлеб и иногда как бы, ну только белый хлеб, поэтому я его просто стараюсь уже больше есть. Да. А то фигура страдает. Ну и, конечно же, завтракаем с прекрасным видом. Мы одни в этом отеле находимся. Немного туристов. Мальдива недавно только отменила тесты между островами. И сейчас еще отменила вообще ПЦР-тесты все, чтобы прилететь на Мальдиву. Поэтому ничего сдавать не надо. Просто берете, прилетаете. Штамп вам ставят прямо в аэропорту во въезде. Ну, конечно же, нужно вакцинироваться. Без этого, к сожалению, никак. А еще после каждого приема пищи дают десерт в виде фруктов. Сейчас манго. На завтрак. На каждом локальном острове, где мы как раз-таки сейчас и находимся, есть бикини-бич так называемый, где могут отдыхать туристы в купальниках. На всех остальных пляжах, на локальных островах этого делать нельзя, потому что такие местные законы на Мальдивах. Мы, конечно, уже об этом рассказывали в других наших выпусках, но вдруг вы смотрите нас впервые, поэтому повторюсь еще раз. Сейчас мы направляемся как раз-таки на такой пляж, на бикини-бич. От нашего отеля нужно немножко пройтись. Но этот остров не особо большой. С дрона как раз-таки отлично видно. Он очень узкий, но длинный. Но, в принципе, вся инфраструктура, все отельчики, гестхаусы, магазины, кафе, они сконцентрированы в одном месте, все очень близко. А вот до бикини-пляжа нужно уже немного пройтись. Но когда дорога идет среди джунглей, то вообще грех не пройтись. А вот и указатель. Смотрите, бикини-бич нам сюда. Пляж уединенный. Никого нету, два туриста только. Мы и еще два человека. Ну что, третий остров, привет. Водичка, как всегда. Очень красивый пляж. Наверное, даже из всех трех островов самый красивый. Такой уединенный, отгороженный от джунглей. Ну и, конечно, он очень такой уютный. Очень уютный. Все, друзья, можно расслабиться. Впереди еще целых два дня. Мы только приехали, две ночи. Проведем на этом острове. Пляжик классный. Опять же, как и на всех островах, инфраструктуры, кроме лежаков, ничего нет. Никаких магазинов. Поэтому, когда идете на пляж, просто прихватите с собой фрукты, какие-то напитки. И можете тут располагаться под пальмами. И наслаждаться этим океаном. Океаном классным. Ну и вот так вот это все выглядит. Зеленые кусты мангровые. Они заканчиваются. И здесь уже пальмы, лежаки. И дальше опять мангровые леса идут. Класс, да? Да. С погодой нам везет всегда. Постоянно солнечно, жарко. Приходится постоянно мазаться кремом. И чем больше крема, тем лучше. Потому что мы уже сгораем уже 14 раз. Наверное, за 5 дней. Ну и мы еще взяли с собой маски. Попробуем здесь поплавать вокруг. Посмотреть, что здесь есть. Но отдельно еще пойдем также искать и пляжи для снорклинга. Так, друзья, ну мы попали в святые святых острова. Это прям сердце острова. Это пауэрхаус. То есть место, где вырабатывается электроэнергия, как небольшая электростанция. Здесь сгорает дизель в дизельных генераторах. И, соответственно, получается электричество. На весь остров. И на каждом острове есть такой пауэрхаус. Я вам уже рассказывал в предыдущих видео. Здесь сейчас 3 генератора. Но работает только 2 из них. И вот видите, нам даже показывают щиток электрический. И здесь можно наблюдать, как вырабатывается электричество. Да, здесь, кстати, так прохладно. Все охлаждается. Кондиционеры работают. Да. Все хорошо. Нам повезло. Нас пустили прямо в центр. Потому что на некоторых островах даже запрещена съемка. Да. А тут это, ребята, для вас эксклюзив. Чтобы вы понимали, как вообще происходит жизнь на Мальдивах. Потому что это же маленькие острова, на которых, по сути, ничего нет. Но здесь есть все. И человек реально приспособился. И человек живет. Ну и, понятное дело, куда же без мобильных вышек. 4G, 5G раздается. Все нормально. Скорость на Мальдивах, на удивление, очень высокая. Ну и что касается чистоты. Везде, везде, где бы мы ни были, куда бы мы ни выходили. Везде чистенько. Везде убрано. Нигде ни бумажки никакой. И не везде на островах стоят именно баки. Тут прям везде, даже возле пляжа, есть всегда баки. А перемещаемся мы на электрокаре, таком вот, гольф-машинке. Нас привозили с чемоданами. И сейчас мы поедем на снорклинг, тоже на этой машинке. Потому что пляж для снорклинга находится далековато. Итак, нас подкинул работник отеля до самого конца острова. То есть мы находимся уже вот на этом изгибе последнего острова. Здесь находится коралл. Точнее, ближе всего коралла находится именно здесь. И сейчас мы здесь будем снорклить. Но, конечно, водичка уже располагает, чтобы в нее плюхнуться. Я не знаю, настолько Мальдивы другие. Я уже даже сейчас могу сказать, то есть половина отдыха. Сегодня седьмой день, у нас всего 14 дней. И я могу сказать, что это реально лучший отдых. Это настолько по-другому. Это настолько вот ты, только ты и только все для тебя. И несмотря на то, что это локальные острова, да, то есть это не лакшери какие-то вот эти вот резортные острова. Это, ну, обычные простые отельчики, в которых мы привыкли отдыхать везде, в любой стране, да. То есть это что-то простенькое. Но в то же время из-за того, что вот очень мало людей, из-за того, что природа такая нереальная, из-за того, что вот, ну, очень много подводной красоты, ну, вот мне кажется, что это действительно лучший отдых вообще за все время наших путешествий. Именно отдых. Потому что путешествие – это все-таки одно, а отдых – это другое. Не нужно это путать. Субтитры сделал DimaTorzok Поснорклили буквально полчасика. Сейчас отлив и очень сильное течение боковое, поэтому неудобно и мелко очень. Ты прям на пузе ползаешь по этому дну. Поэтому нужно ставить приложение отлив и приливы и там смотреть, когда прилив. Но вообще кораллы красивые есть, рыбки есть. Просто неудачное время именно для снорклинга. Но вообще здесь все-таки предлагается именно экскурсия за пределы острова, да. То есть на лодке вы ездите на снорклинг, и там, конечно, уже будут кораллы получше. Но если прям хочется поснорклить на самом острове, то вот это место мы оставим точечку, куда можно пойти. В принципе, в отеле посоветуют. И рядом с этим вот пляжем для снорклинга есть еще один бикини-бич, то есть где можно находиться в купальнике туристам. И здесь нереально красиво. Это, наверное, один из самых вообще красивых бикини и пляжей, которые мы видели на Мальдивах. Мы кинули наши вещи сюда, расположили. Здесь нет никаких лежаков. И посмотрите, какая красота. Просто вот нереально. Бирюза прям до горизонта практически. Так, ну что, идем купаться тогда. Раз уж не получилось нормально поплавать. Ё-моё, от этого песка белого так отражается солнце, что просто без очков невозможно. И смотрите, с правой стороны никого. Здесь у нас песчаная коса, слева никого. Можно вдвоем проводить здесь время, купаться, вообще не выходить из воды, кайфовать. Можно прогуляться по косе. Музыка. 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 У многих в голове складывается такое ощущение, что Мальдивы это ультрадорогой какой-то отдых, эксклюзивный. Вот все вот эти красивые острова-резорты с виллами на воде стоит это все космических денег. И на самом деле это так и есть. Но есть и варианты, такие как мы показываем. То есть дикие какие-то острова, где живут местные, где они выращивают фрукты, строят свои какие-то небольшие гостиницы либо гестхаусы и встречают туристов. И мы, когда планировали наше путешествие, мы искали, конечно же, более бюджетный какой-то отдых. И нам в этом помогла компания Дикие Мальдивы. У ребят уже подготовлены пакеты на 2, на 3, на 4, на 5 островов. Вот мы, допустим, посетим 4 локальных острова и 1 остров-резорт. Те острова, которые мы показываем, они более дикие, не такие популярные, но также существуют и более, так скажем, популярные острова, где и инфраструктура получше, но, возможно, там просто побольше будет туристов. Поэтому Дикие Мальдивы компания может подобрать вам на любой срок и кошелек отдых. Хотите более популярные какие-то места, пожалуйста. Если хотите что-то более уединенное и дикое, любой каприз за ваши деньги. Как говорится. И если говорить о каких-то ценах, то в среднем от 10 до 14 дней вам это обойдется от 1500 до 2500 долларов за двоих. И главной задачей вашей будет это добраться до Мальдив. Здесь вам уже все организуют. И трансферы, и проживание, и с едой помогут. Завтрак, либо ужин будет включен в вашу путевку. Можно сюда и приехать и на 20 дней, хоть на 30. Главное, чтобы вам позволяли финансы. Да, понятное дело, что сейчас, допустим, из России будет проблематичнее добраться. Но все равно варианты есть. Из Европы вообще никаких проблем. Но тот, кто хочет отдохнуть, всегда найдет варианты. Поэтому приезжайте, отдыхайтесь. Ну а ссылочка на компанию Дикие Мальдивы будет в описании. Переходите, смотрите пакеты и отправляйтесь отдыхать на Дикие Мальдивы. Сейчас мы подъехали на ферму по экспорту аквариумных рыбок. Я думал, что их здесь разводят, но на самом деле мужчина ловит их самостоятельно у коралла, складывает их по контейнерам и уже продает этих рыбок за границу. Конечно, такой себе бизнес с точки зрения морали, но радует, что этих рыбок не просто убивают, а они радуют нас в аквариумах. Немного здесь темновато будет, но тем не менее. Есть вот такие белые боксы, куда их пакуют. О, это Немо. Так, получается, вот эти рыбки, они находятся в таких контейнерах пластиковых. Блин, какие они красивые. Так, в таких контейнерах. И вот в аквариумах тоже есть они. Это ж сколько надо было наловить рыбок-то, чтобы они тут были. Здесь есть побольше, поменьше. То есть вода меняется постоянно, вот она насыщается кислородом. Вот здесь тоже много. Офигеть, сколько здесь рыбок. Все эти рыбки, понятное дело, идут на экспорт. Их здесь пакуют в специальные пакеты. Эти пакеты наполняют кислородом, и у них есть два дня. То есть за два дня они должны доставиться до столицы, до Мале. Там находится небольшой островок, куда со всех островов свозят вот эти вот контейнеры с рыбками. Там их перепаковывают, то есть наполняют опять же эти упаковки воздухом. И отправляют уже на экспорт в Европу, в частности в Италию. И у них опять же также есть два дня, чтобы долететь. Потому что рыбкам нужен кислород. Ну вот видите, какие-то острова занимаются фруктами, выращивают что-то. Кто-то занимается рыбками. Ну почему бы и нет. У нас здесь в отеле предлагают несколько экскурсий. Здесь, наверное, даже больше всего вообще, чем на других островах. Что здесь есть? Есть рыбалка, есть утренняя рыбалка, рыбалка на закате стоит 55 долларов. Есть сэндбэнк, трип – это поездка на песчаную косу. О, кстати, дешево, стоит 4 часа 10 долларов человек вообще. 6 часов стоит 20 долларов человека. Есть поездка на необитаемый остров 60 долларов. Есть долфин сафари. Вот мы как раз-таки его и выбрали. 75 долларов за двоих человек 2 часа. Можно также съездить на мант, на черепах посмотреть. В общем, выбор здесь неплохой. Даже есть снорклинг-трип – 15 долларов человека. А сколько на черепах? На черепах 25 долларов с человека. На мант 25 долларов с человека. Также есть планктон-трип. Это если вы хотите съездить посмотреть планктон – 15 долларов с человека. Приехали на пирс, нас встречает лодка под названием «Орка», что означает «косатка». И будем смотреть дельфинов. Хеллоу, капитан. Сказали, если будет большая стая дельфинов, то мы сможем поплавать. Поэтому мы взяли с собой ласты, маски. Надеемся, что найдем большую стаю дельфинов. Но если нет, то хотя бы парочку мы точно увидеть должны. Отогнали буквально тут 15-20 минут от нашего острова. И сразу встретили несколько дельфинов. Но немного. Я еле успел гоупрошку засунуть в воду. Ребята, мы встретили огромную, прям целую стаю. Их очень много. Но они сейчас уже все под водой. Это, конечно, очень весело и интересно. Мы очень много дельфинов увидели. Мы за ними гоняемся. Они гоняются за нами. Но мы все равно стараемся очень аккуратно. Молодцы ребята. Не нарушает их пространство. О, это так классно. Вообще их так много. Да. Такие игривые. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Как мы уже рассказывали раньше, на локальных островах нет алкоголя. Он запрещен здесь, потому что это все-таки мусульманская страна. Местные знают, как выйти из положения. И в океанах они швартуют лодку, ставят ее на якорь. И это так называемые алкоботы, где вы можете попробовать алкоголь. Вы можете попросить местных ребят, которые с радостью подкинут вас до этой лодки. И здесь находится бар на плаву. И мы приехали именно сюда, чтобы вам показать, что такое существует. Сами мы пить ничего не будем. Но хотя бы по ценнику посмотрим, что здесь и как. Лодка напоминает просто классический бар. Есть столики. На носу даже можно расположиться и загорать. Также тоже есть столики небольшие. Лодка выглядит максимально простой, но она большая. Я ее, кстати, снимал с дрона. Когда мы купались на пляже, я заметил эту лодку. Я решил сюда прилететь. Осмотрелся дроном, никого здесь не было. И сюда люди приезжают именно вечером, уже после заката. Когда поужинали, если хочется выпить, можно здесь это сделать. Якобы абсолютно легально, но понятное дело, что не совсем. Вот так вот внутри выглядит лодка. То есть это просто обычная лодка со столиками. Есть вот, видите, кран для пива. Да, здесь темно, правда. Но здесь, смотрите, есть каюты. В каждой каюте даже есть ванная комната. Внутри лодки находятся 8 кают. Вы прям можете здесь даже переночевать или провести с женщиной даже какое-то время. В самом баре играет музыка по вечерам. Диджей какой-то приезжает, ставит музыку вам. И можно вот так вот сидеть выпивать. По цене сейчас не сориентируем, но нам заверил хозяин лодки, что он нам скинет на WhatsApp. Можно будет посмотреть. И мы здесь как раз пропишем. У них есть водка. У них есть виски. И у них есть пиво. В целом, а что еще нужно? Ну и, конечно же, обычные безалкогольные напитки тоже можно. Я думаю, что можно даже какую-то еду заказать и сюда с собой либо привезти, либо вам тут что-то тоже могут какие-то снеки предоставить. А еще он говорит, что здесь также будет ночная рыбалка. То есть они вот только-только-только открывают эту лодку, будет ночная рыбалка. И манты сюда приплывают. И если вот что-то ты словишь, то они могут здесь же приготовить. И такое вот сделать. А, так это у них получается что, открытие только начинается? Ну да, да. Ну то есть когда это видео выйдет, оно уже все будет работать. Просто получается мы приехали, ну как бы совсем недавно все это начало так хорошо открываться полноценно. И вот сейчас они обустраивают. А, потому что туристы же до этого вообще не ездили. Да, да. А сейчас хотя бы туристы поехали, поэтому есть резон открывать такие места. Здесь находятся три острова. Вот первый остров это Гойду, где мы жили уже. Это остров Фехенду, где мы живем сейчас. И с левой стороны, во-первых, замечательный закат. А во-вторых, слева следующий остров, на который мы тоже пойдем. Поэтому вот это заведение, бар вот этот на плаву, он как раз-таки рассчитан на туристов из этих вот трех островов. В общем, ребята, если хотите отдохнуть с алкоголем, провести веселое время, это можно сделать даже на Мальдивах, воспользовавшись вот такой вот алколодкой. Вечером мы решили прогуляться немного по острову, зашли в магазин, купили Кока-Колу. Любимая рубрика, покупаем Кока-Колу на каждом острове. Узнаем, сколько она стоит. Кстати, Кола стоит один доллар. Всегда, везде. На всех островах. И мы вот отметили, что здесь очень классный пирс. На этом острове они отстроили, он такой большой, широкий, ну новенький прям вот. Да, я думаю, что здесь будет прям какой-то большой порт, потому что они вдоль острова еще начали строить дорогу большую. И мне кажется, что сюда заходит просто крупный отель какой-то и вот под него готовят это все. Возможно, да, потому что пока что только несколько отельчиков, таких небольших, в том числе вот наш, Тропикал. Вот, смотрите, какая тут огромная территория. Какие-то лодки стоят, рыбацкие, да? Ну здесь, мне кажется, еще меньше людей, местных жителей, как-то прям вообще мало. Еще меньше деревни. Да, еще меньше, еще компактнее. От себя хочу добавить единственное, что немного дискомфортно, что, конечно, нужно прям одеваться. Вот, да, у меня очень мало с собой рубашек, и поэтому я постоянно хожу и в одном и том же, потому что мне нечего надеть, у меня вся одежда очень открытая. Это вот учитывайте, когда будете собираться ехать на локальные острова, девушки, именно девушки, берите с собой просто побольше длинных планов. Платьев, рубашечек, и тогда вы будете стильные и модные. Не то, что я каждый день в одном и том же хожу. Друзья, на этом выпуск с острова Пикенду заканчивается, и мы отправляемся прямо сейчас на соседний остров Пулхаду. Ехать буквально пару минут, но увидимся уже в следующем выпуске. Всем пока! Ставьте лайки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok